Всем привет! А вы бы купили автомобиль с пригоном из Европы? Если да, то заинтересует ли вас Passat 8-го поколения? У нас на него готов подробнейший обзор. И в самом деле Passat B8 сейчас довольно бодро и часто привозят из Европы. У него есть как проходные версии с мотором 1.5, так и с двигателями 2.0. Да, пошлина больше, но многие готовы платить за это. Кстати, создавая Passat B8, маркетологи выяснили, что покупатели готовы оплачивать максимально оснащенные версии, чтобы, например, не переплачивать за Audi. Поэтому у B8 есть действительно шикарные комплектации, в отличие от предшественника, с шикарным кожаным салоном, с цифровой приборной панелью на основе дисплея, а также с активной рулевой рейкой. Но никаких V-образных моторов у этого поколения Passat не было. Важно понимать, что большинство пригнанных из Европы Passat B8 были куплены там с пробегом в 150 тысяч километров. Автомобили с таким пробегом продают обычно юрлица на специальных аукционах. Поэтому перед покупкой данного автомобиля обязательно надо продиагностировать его и отыскать реальный пробег в нескольких блоках управления этой машины. Ну а сейчас поговорим о надежности. В любом случае, перед покупкой данного автомобиля рекомендуем настоятельно провести диагностику недешевых в обслуживании при селективных трансмиссиях DSG, особенно их сухих версий. Также не лишним будет почитать ошибки и оценить состояние сажевого фильтра у дизельных машин, либо каталитического нейтрализатора у бензиновых машин. Также совсем не лишним будет оценить состояние двухмассового маховика, без которого не обходится ни одна версия Passat B8. То есть его надо послушать. Ну а если у спецов VAC этот автомобиль в ходе диагностики не показал ошибок, то не удивляйтесь, эти машины не особенно-то болеют, а немногочисленные болячки, врожденные, были вылечены дилерами в Европе. Отзывных компаний у Passat B8 было не так уж много, 6 штук, всего лишь с середины 2015 года по началу 2019 года. Ничего серьезного там не было. Там менялись ступичные подшипники у самых первых машин и в 2017 году недостаточная затяжка болтов, рычагов задней подвески, то есть с недостаточным моментом. Но это коснулось всего лишь тысячи машин, ну плюс-минус. В общем, давайте рассматривать Passat B8. В отличие от предшественников, Passat B8 в зависимости от версии и уровня оснащения, ну, выглядят совсем по-разному. В базовой версии у Passat B8 галогеновые фары без линз, просто с отражателями. Еще есть два варианта фар и оба светодиодные. Базовые LED-фары тоже с рефлекторами, а вот топовые LED-фары с линзами, за которыми находятся несколько светодиодов. Эти фары адаптивные, могут вырезать из зоны дальнего света другие машины, чтобы не слепить их. Задние фонари Passat B8 бывают двух типов, и оба светодиодные. Если указатель поворота расположен вдоль нижнего края, то значит это базовые фонари. Если по центру, то это фонари High. С этим светодиодным хозяйством ничего плохого не случается. Светодиоды не тухнут, не гаснут, работают долго без какого-либо обслуживания. Да, фонари могут незначительно запотеть, без каких-либо последствий. А трассовые пробеги оставляют отметины в виде сколов, которые без труда убирает полировка. На качество заводской краски Passat в восьмом поколении пока нареканий не возникает. Краска уже или пока еще не шелушится и не отваливается. Сколы краски не цветут. Но в дверных проемах резиновые уплотнения протирают краску в местах их контакта с лакокрасочным покрытием. Часто Passat B8 в кузове Universal можно встретить с панорамной крышей. Так вот, слайдер, то есть механизм сдвижной секции, надо смазывать раз в год. И плюс надо убирать весь мусор из желобов по периметру крыши. Эти желобы в четырех углах соединяются с дренажными трубками, которые через крайние стойки крыши опускаются до самых колесных арок. В зависимости от условий мусора и листвы эти трубки могут закупориться. Тогда вода из желобов намочит потолок и попадет в салон. Кстати, концы дренажных трубок прикрыты плоскими клапанами, из-за которых трубки могут быстро и внезапно закупориваться. Поэтому либо чистить эти клапаны, либо просто обрежьте их. Все силовые агрегаты Passat B8 соответствуют нормам Евро-6Б, а с 2017-2018 года Евро-6С и Евро-6Д. С начала продаж, а именно с сентября 2014 года, Passat B8 был доступен с двигателем 1.4 TSI, а моторы 1.8 TSI и 2.0 TSI стали доступны в феврале 2015 года, а летом того же года стал доступен гибридный Passat GTE. Но гибридная версия недолго продержалась на конвейере до 2018 года. В том же году, в июне-августе, исчезли все бензиновые двигатели. Эту пустоту в октябре 2018 года заполнил 1.5 TSI и в декабре еще появился 2.0 TSI мощностью 272 лошадиных сил. Эти двигатели, то есть автомобили с этими моторами, оснащены фильтрами типа сажевых, о чем говорит аббревиатура OPF, очень часто присоединенная к их названию. Двигатель 1.4 TSI относится к семейству EA211. У него два варианта мощности. У 150-ти сильной есть вариант с отключением цилиндров. Такой мотор имеет обозначение CZEA. Это реально надежный и беспроблемный мотор. Инженеры ВАК постарались. У него в приводе ГРМ ремень. Меняется он проще и дешевле, чем цепь. Такой ремень надо менять каждые 120 тысяч километров. Двигатель 1.4 TSI масло не жрет, за что принято благодарить поршневые кольца наборного типа. Хотя, если менять масло каждые 15 тысяч километров, то к замене масла можно увидеть снижение уровня масла в поддоне по щупу. При пробегах в 200 тысяч километров будьте готовы поменять помпу с корпусом термостата. Помпа приводится отдельным зубчатым ремешком от шкива на задней части выпускного распредвала. Оригинальная помпа стоит 250 долларов и, скорее всего, с ней никаких проблем не будет. А вот корпус термостатов может дать течь. Так вот, добротные производители отдельно этот корпус не продают. Поэтому, если у вас будут какие-то проблемы с термостатами либо с течью антифриза, ориентируйтесь на замену всего этого узла. Еще у моторов 1.4 TSI наблюдается запотевание на стороне блока цилиндров, обращенной к радиаторам. Там, над масляным фильтром, находится прикрученный к блоку цилиндров корпус маслоотделителя. Его придется снять и приклеить на новый герметик. Если вас вдруг заинтересовал гибридный Passat GTE, то там, под капотом, вы встретите все тот же надежный 1.4 TSI. Под задним сидением у такого автомобиля литий-ионная батарея производительностью 9,9 кВт-ч. А в качестве трансмиссии используется особая DSG шестиступенчатая маркировка 0DD. Так вот, в нее встроен тяговый электромотор. И все это работает хорошо. Мотор 1.5 TSI относится к семейству EA211 EVO. В его основе все тот же надежный 1.4 TSI, с которым практически нет никаких проблем. И, кстати, ремень ГРМ у 1.5 TSI такой же, как у 1.4 TSI. Старшие рядные турбочетверки объемом 1.8 и 2.0 относятся к семейству EA888 третьего поколения. А двигатель 2.0 TSI, который пошел с 2019 года к поколению 3B. У этих двигателей в приводе ГРМ зубчатая цепь, которую надо менять каждые 150 тысяч километров. Либо же ранее. И состояние цепи можно оценить через смотровое окошко. В это смотровое окошко виден шток и стопорные канавки. Так вот, если шток выступает на 4 стопорные канавки, то тогда надо записываться на замену цепи ГРМ. Эти двигатели никогда не имели проблем с расходом масла. И даже впускные клапаны не зарастают налетом. А все потому, что впрыск топлива комбинирован не только в камеры сгорания, но и перед клапанами. Да, это 8 форсунок, зато клапаны моются. Двухлитровые моторы мощностью 190 лошадиных сил работают по циклу Миллера. А еще у них есть система регулировки высоты клапанов либо на стороне выпускного распредвала, либо на стороне впускного распредвала, в зависимости от мощности. Эти двигатели дороже в обслуживании. Например, помпа, которая также приводится ремнем, стоит уже 450 долларов. И довольно часто эти двигатели потеют по клапанной крышке. В этом случае надо начать с замены клапана системой вентиляции картера, который просто прикручивается к клапанной крышке. Как вы уже поняли, Passat B8 – это продизельные двигатели. Их всего два. Базовый 1.6 TDI мощностью 120 лошадиных сил не оснащался впрыском мочевина и выпускался так вплоть до июня 2016 года. А параллельно с ним с мая 2015 года начала производиться версия SCR Blue Motion. Вот туда надо добавлять жидкость AdBlue. А с 2019 года все они оснащены впрыском мочевины. Двухлитровый турбодизель не имеет впрыска мочевины только на 150-сильной версии. Вот прям как в нашем случае. А вот 190-сильная версия и битурбированная версия на 240 лошадиных сил всегда оснащены этой системой. Последние обновления моторов 1.6 TDI и битурбированной версии 2.0 TDI прошли в марте 2019 года. И с этого же момента из модельной гаммы в Европе исчез Passat Sedan. Остался только универсал и его вседорожная версия Alltrack. Все эти двигатели относятся к семейству EA288. Основа у моторов 1.6 TDI и 2.0 TDI одинаковая. Чугунный блок, только 1.6 TDI попроще. У него нет балансирных валов и фазовращателя в ГБЦ. Но всё это есть у двигателя 2.0 TDI. Фазовращатель, кстати, у дизельных 2.0 TDI находится не в шкиве ремня ГРМ, а на противоположной стороне на одном из распредвалов. Эти моторы имеют сложную систему экологии. Тут два контура EGR, сложный модуль нейтрализации отработавших газов с кучей датчиков. Датчик давления в одной из свечей накала, а интеркулер встроен во впускной коллектор и имеет жидкостное охлаждение. У нас на канале есть разборка этого мотора 1.6 TDI серии EA288. Вы можете посмотреть, как устроено это всё и многое другое. В гарантийный период были случаи утечки антифриза во впуск через трещины в интеркулере. В остальном же вот такие сложные, с точки зрения экологичной навески, двигатели 1.6 TDI и 2.0 TDI на удивление надёжные. И есть немало примеров, когда эти двигатели прошли 500 тысяч километров без каких-либо особых проблем. Кстати, ремень ГРМ здесь надо менять каждые 200 тысяч километров. Как предписывает регламент, потому что случаев обрыва, как мы знаем, не было. Системы экологии, то есть EGR и сажевый фильтр можно программно отшить и частично удалить. Топливная система здесь Bosch, топливный насос высокого давления CP4, электромагнитные форсунки. Так вот, эта топливная система не обрадуется некачественному топливу. Если будете заправляться некачественным топливом, то тогда форсунки прикажут долго жить. А вот если заправляться качественным, то пройдут более 300 тысяч километров. Насос CP4 ненавидит езду на резерве топлива. И если он хапанёт воздуха из бака, то сразу начнёт стругать стружку. Эта стружка везде разлетится. В общем, пострадают от этого и форсунки, и регуляторы. Не допускайте езды на резерве топлива, иначе придётся всё менять и чистить даже бак. При больших пробегах дизельные двигатели Passat B8 потеют маслом по клапанной крышке. Вдобавок, клапанная крышка может лопнуть по её верхней и нижней половинам. В этом случае обычно виновата мембрана клапана VKG, которая встроена в клапанную крышку. Оригинальная клапанная крышка с мембраной стоит 380 долларов. Но есть уже такие крышки-аналоги и аналоги вот этой самой мембраны, которую можно постараться заменить отдельно. Что касается механических трансмиссий, то на Passat B8 устанавливали только шестиступенчатые МКПП. Никаких проблем с ними нет. Некоторые из вас спросят, а что насчёт двухмассового маховика? Скоро о нём подробно расскажем, а пока перейдём к АКПП. Так вот, классических АКПП на Passat B8 не устанавливали, а устанавливали только фирменные преселективные DSG. Их тут аж 4 разновидности. Единственная сухая DSG, которая действительно оснащена двойным диском сцепления – это DQ200. Она устанавливалась на автомобиле с моторами 1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.6 TDI. Это основательно допиленная и улучшенная трансмиссия. Служит, на самом деле, отлично. Её двойной пакет сцепления является расходником. Естественно, всё зависит от условий эксплуатации. Чем больше переключений, тем ресурс до износа фрикционных накладок меньше. Комплект двухдискового сцепления стоит 600-700 долларов. И, кстати, износ сцепления отлично диагностируется программным обеспечением. В этой трансмиссии нужно менять масло. Отдельное масло в количестве одного литра надо менять в мехатронике. И ещё в количестве 1.7 литра другого сорта заливается в редукторную часть. Фильтр есть в мехатронике, но для этого надо снимать крышку. На практике надо менять масло в этой трансмиссии каждые 60 тысяч километров. Passat B8 с двигателями 2.0 TSI и 2.0 TDI оснащались мокрыми DSG. Поначалу это была трансмиссия шестиступенчатая DQ250. Эта трансмиссия сразу же получилась надёжной и почти беспроблемной. Если говорить о мокрых сцеплениях, то выглядят они примерно как фрикционная муфта, которая используется в сцеплениях АКПП и муфте Haldex. Кстати, у нас есть подробнейший обзор трансмиссии ранней DQ250 на нашем канале. Обязательно посмотрите и узнаете всё об этой трансмиссии. И мехатроники и сцепления погружены в общий объём специального масла по 40 долларов за литр. Оно сливается через сливную пробку с контрольной трубкой. Сливается около пяти литров. На СТО его закачивают через сливную пробку, но можно залить его через отверстие под масляным фильтром. Но этим путём оно заправляется долго. Сам фильтр установлен вертикально прямо под аккумулятором. Точный уровень масла в ней контролируется через встроенный датчик диагностическим сканером. Маслофильтры сопутствующей прокладки стоит менять каждые 60 тысяч километров. С 2018 года с двухлитровыми двигателями подружили новую семиступенчатую DSG под обозначением DQ381. Это очень надёжная и хорошая трансмиссия. Рекомендации по продлению её ресурса те же. Меняем масло в количестве 5 литров и фильтр каждые 60 тысяч километров. С битурбированным дизелем 2.0 TDI установлена самая мощная поперечная семиступенчатая DSG DQ500. Обслуживается точно так же, как DQ250, только заправочный объём масла на литр больше. Фильтрующий элемент там свой. Стоит примерно 30 долларов. Вообще, эти преселективные трансмиссии очень надёжны при адекватной эксплуатации. Да, бывает дёргано меняют передачи, но работают долго даже с чипованными моторами. Ну а сейчас мы поедем на 100, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Хотелось бы напомнить, что у «АвтоСтронг» есть не только качественные БУ запчасти и новые запчасти, а также есть подразделения «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, выбираем байки с минимальными пробегами, в отличном состоянии и продаём их с полным пакетом документов. Нужен байк? Обязательно позвоните в «МотоСтронг». Ну что, мы на 100 и продолжаем. В системе охлаждения двухлитровых двигателей используется антифриз G13. Эта экологичная жидкость требует такого пакетика в бачке с силикатом, который растворяется и препятствует образованию коррозии на деталях. В первую очередь, коррозия касается алюминиевых деталей. Если бачок имеет вставку с силикатом, а система охлаждения рассчитана на G13, то на расширительном бачке будет соответствующая надпись «Митсиликат G13». Есть редкие случаи, когда пакет с силикатом лопается, и всё его содержимое приводит к заклиниванию помпы и закупориванию узких каналов в системе охлаждения. Эта тема будоражит и владельцев, и производителя. Поэтому инженерам ВАГ предложили другой расширительный бачок, усиленный и укреплённый, с двойными стенками. С 2019 года они отказались от этого решения и выпустили бачок без емкости для силиката. Любой из этих двух бачков можно установить вместо первоначального, который разрушился и выпустил весь силикат наружу в систему охлаждения. Но если использовать антифриз G13 без силиката, то его надо менять раз в три года, либо раньше, чтобы не вызвать коррозии. И также, чтобы он прослужил дольше, то есть бачок, и антифриз не вызывал коррозии деталей, можно закинуть туда одну-два силикатных контейнера, который также был предложен концерном ВАГ. Буквально все версии Passat B8 встречаются с двухмассовыми маховиками. Одномассовый маховик можно встретить разве что со 125-сильным двигателем 1.4 TSI, если верить каталогу запчастей. А что мы знаем про двухмассовый маховик? Это дорогой расходник. Его стоимость от 1200 долларов в оригинале. Но такой маховик никто не покупает, потому что зачем, если можно купить от поставщиков на конвейер люк или Saks. В таком варианте маховик для двигателей 1.4, 1.6 и 1.8 TSI и дизельных стоит от 450 до 600 долларов. А вот для двухлитровых двигателей стоимость уже другая – от 1400 долларов. Двухмассовый маховик служит по-разному. В среднем 200 тысяч километров. Если пробеги трассовые, то служит дольше. Замечено, что если автомобиль оснащен полным приводом, то ресурс двухмассового маховика скромнее. Ну и изношенный двухмассовый маховик можно распознать по скрипу и скрежету под капотом, когда двигатель работает на холостом ходу. Двигатели мощностью от 150 л.с. были доступны с полным приводом на основе муфты Haldex 5-го поколения. В этой муфте нет фильтра. Но масло надо менять каждые 60 тысяч километров. Либо же будут образовываться сгустки от фрикционов, которые запросто закупоривают металлические сетки фильтра электронасоса. И к пробегу в 100 тысяч километров электронасос может просто сгореть. При замене масла, стоимость которого 70 долларов, нужно снять и тщательно очистить заборник электронасоса. У нас автомобиль моноприводный, не полноприводный. Поэтому всего этого мы вам показать сейчас не можем. При больших пробегах от Passat B8 можно ожидать запотеваний на стыке между двигателем и трансмиссией. В этом виноват может быть сальник коленвала, либо же сальник трансмиссии. Также запотевают крышки DSG, а также устают опоры двигателя и АКПП. Но это случается с абсолютно всеми автомобилями. Рулевая рейка у Passat B8, разумеется, электрическая. До пробега в 100 тысяч километров частенько раздается негромкий глухой стук при езде по ухабам, либо же при качении и вращении руля влево-вправо. Так вот, проблема не такая-то и серьезная. Надо просто поджать регулировочную гайку. Под этой гайкой находятся прижимная пружина и сухарь. Как раз таки они прижимают рейку в радиальном направлении. Чтобы добраться до гайки, иногда нужно приопускать подрамник. Для регулировки обычно не просто поджимают гайку, а выкручивают ее, вынимают пружину и сухарь, чтобы через отверстие наполнить корпус рейки консистентной смазкой для этого механизма. Потом можно собирать все в обратной последовательности. Иногда в появлении непонятного грохота при езде по ухабам виноваты болтающиеся тормозные суппорты передних колес. А болтаются они из-за износа направляющих. В этом случае надо поменять направляющие штифты суппортов. Шаровая опора снимается и меняется отдельно. Оригинал стоит $60. Есть десятки заменителей. Стартует от $8. Оба сайленблока переднего рычага детализируются отдельно. Один в виде втулки, второй в виде таблетки. Стоят $20 и $22. Соответственно. Естественно, как обычно, в Макферсоне изнашиваются задние сайленблоки первыми. В Passatio B8 они ходят хорошо. Примерно 200 000 км. Затем начинают скрипеть. Их, кстати, можно заменить на цельно-резиновые от заряженных моделей Golf и Audi. Но цена немного дороже. В два раза. $40 за штуку. Передние ступичные подшипники идут вместе со ступицами. Оригинал стоит $230. Есть хорошие заменители по $80. Втулки переднего стабилизатора отдельно не детализируются. Стойка переднего стабилизатора стоит $30. Оригинал. Заменители стартуют от $6. Сзади у полноприводных и переднеприводных Passat по четыре рычага на каждое колесо. Многие сайленблоки детализируются отдельно. Передний сайленблок продольного рычага стоит всего $10. Сайленблок внизу цапфы $30. Верхний поперечный рычаг $125. Нижняя тяга $45. Рассказ о Passat B8 получился довольно-таки длинным, но, как вы уже поняли, проблем у этой машины совсем немного. Passat B6 кошмарил намного больше своих владельцев и сервисменов при гораздо меньших пробегах. Да, у этого автомобиля есть сложные моторы, есть сложные коробки, но, тем не менее, Passat B8 оказался живучим. Главное – его обслуживать на специализированном сервисе. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные обзоры, то нам нужна обязательно ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».